Добрый вечер! Сегодня тема нашей беседы это Красная Армия на пороге нового 1945 года Организация кадры статистика Ровно 75 лет назад, в декабре 1944 года Красная Армия стояла, можно сказать, у ворот Европы Частично уже были освобождены Польша Полностью освобождена Румыния Частично Венгрия Ну, позволю себе использовать термин освобождены Потому что нацизм это нацизм И поэтому вне зависимости от судьбы этих стран после войны Целесообразно все же и корректнее всего использовать термин освобождение Европы, Восточной Европы И в целом То, что несла Красная Армия, это, безусловно, был гуманистический заряд И лучшая жизнь для тех людей, которые обитали в Восточной Европе Жили в Восточной Европе и оказались под игом нацизма, так или иначе В разных формах Так вот, Красная Армия, которая стояла у порога Европы И должна была сделать вот этот вот последний бросок вперед Последний даже уже скачок к уничтожению Третьего Рейха Поскольку действительно кампания 44-го года И летняя кампания 44-го года И осенняя, они приблизили победу Уже, конечно, мало кто сомневался, что окончание войны будет очень скоро Конечно, особо шапкозакидательских настроений не было Но тем не менее, было понятно, что уже вот-вот И я бы даже так сказал, что когда встали у стен Берлина в феврале 45-го года То уже были всерьез, готовились планы на уровне штабов О том, чтобы брать Берлин Такие планы были и в штабе Первого Белорусского фронта И Первого Украинского фронта Поэтому действительно победа уже была близка Какой же была Красная Армия на пороге победного 45-го года Когда оставалось воевать уже 4 с небольшим месяца Первое, что ярче всего характеризует Красную Армию По состоянию на декабрь-январь 45-го года Это возрастание роли САУ То есть самоходных артиллерийских установок Лицо бронетехники Красной Армии во многом стали определять именно самоходки При этом следует понимать, что Красная Армия Тогда находилась в очень разнообразной видах организации бронетехники Это были и 6 танковых армий Это были танковые и механизированные корпуса Число которых оставалось практически неизменным Начиная с 44-го года Число танковых армий также стабилизировалось После формирования последней 6-й танковой армии Новых уже не формировалось Хотя надо сказать, что планы как таковые присутствовали Например, начальник ГАПТУ Федоренко Он предлагал и больше танковых и механизированных корпусов И больше танковых армий И он это предлагал в 43-м Но это было отклонено И количество танковых и механизированных корпусов Танковых армий стабилизировалось Оно не изменилось Но существенно менялась именно доля самоходных оттиллерийских установок Посмотрим прежде всего на два фронта Которые на Вислинских плацдармах готовились к броску Висло-Одерской операции Это 1-й Белорусский фронт и 1-й Украинский фронт И в том и в другом случае мы видим весьма значительную долю самоходок Если посмотреть в численном выражении То у фронта Жукова, 1-й Белорусский Количество самоходок вообще недалеко отстоит от количества танков При этом включены естественно все танки И все САУ, то есть на всех уровнях организации И танковые армии, и корпуса, и отдельные танковые полки То есть общее число бронирных боевых машин 1-й Белорусского фронта Оказывается разделено, но не поровну Но очень близко к тому, что можно назвать поровну Между танками и самоходками На 1-м Украинском фронте картина менее выраженная, менее яркая Но тем не менее мы тоже видим значительную долю самоходок И это как бы меняло лицо Красной Армии То есть все больше и больше приходилось Боевых машин на долю самоходной артиллерии Если мы посмотрим общую долю в сухопутных войсках Поскольку понятно, что два фронта Которые стоят на направлении главного удара В направлении Берлина, на берлинском направлении Они находятся в особом положении И в них какие-то изменения оказывались более ярко выраженными Если мы посмотрим на Красную Армию на 1 января 1945 года в целом То есть я бы даже так сказал, все сухопутные войска То количество самоходок, конечно, несколько меньше Но все равно весьма впечатляющее Оно весьма значительное То есть 6 тысяч самоходок примерно на 14,5 тысяч танков Это большая доля Теперь давайте приглядимся к этим самоходкам повнимательнее Что они собой представляли? Между какими типами боевых машин распределялось это количество? Это подчеркну именно распределение самоходок сухопутных войск в целом Между разными типами То есть это общая, можно сказать, оптовая картина Которая, естественно, могла существенно различаться на разных фронтах В разных боях, сражениях, операциях Это именно максимально общая картина Которая, тем не менее, достаточно характерно демонстрирует роль разных вариантов бронетехники В Красной Армии на 1 января 1945 года И что же мы видим? Из указанной величины примерно в 6 тысяч машин Подавляющее большинство То есть 4300 практически без одной машины Это легкие САУ, то есть СУ-76 Понятно, что были вариации Но понятно, что подавляющее, абсолютно подавляющее большинство из этих 4300 машин Это СУ-76 То есть легкая машина, противопольное бронирование 76-мм пушка Машина открытая сзади, как можно увидеть на предыдущем фото И вот эта самоходка, она являлась основным образцом бронетехники Самоходной артиллерии Просто подавляющее большинство Тяжелые самоходки, такие как ИСУ-152, ИСУ-122 Они составляли не самую значительную долю То есть они несколько больше 10% Это 670 машин из 6000 То есть они были меньшинством Но этого и следовало ожидать Поскольку тяжелые самоходки, качественные усиления Естественно, они не могут быть доминирующим образцом Средние самоходки, это СУ-85 И некоторое количество СУ-100 Они составляли 1,6 от общего числа самоходной артиллерии Но это в некоторой степени объясняется Определенной специализацией средних самоходов Это преимущественно противотанковые То есть их задача была борьба с бронетехникой противника Хотя, разумеется, они использовались И в поддержке наступления пехоты, мотострелков Но в целом, это, разумеется, борьба с танками Особенно, конечно, касается новейших СУ-100 О которых тоже несколько слов надо будет сказать Поэтому, если мы посмотрим в ретроспективе То мы увидим, что, по сути Вот эта вот повышенная доля самоходок В числе бронетехники и Красной Армии Это не что иное, как наследие легких танков Т-70, которые производились из автомобильных агрегатов И их сменило на конвейере СУ-76 Которая стала фактически Практически, ну, наследником этих боевых машин Их сомнительная боевая ценность Т-70, то боевая ценность была уже сомнительна в 1943 году В 1945 году их боевая ценность была бы ничтожна Однако СУ-76, в качестве замены на конвейерах легких танков Она, с одной стороны, заняла производственные мощности Потому что производственные мощности, автомобильные проночности Они куда не делись Их утилизировали для производства легких самоходов Которые, отряд которых был, прямо скажем, весьма многочисленным И он был вполне сравним с долей легких танков Которая имелась, например, по состоянию на конец 1943 года То есть годом ранее И вот это использование мощностей промышленности Это тоже показатель не только, скажем так, концептуального разделения Боевой техники Но и определенного подлаживания тактики под производственные возможности Поскольку из автомобильных агрегатов, понятно, невозможно было делать те же тяжелые самоходки Но, тем не менее, нельзя не признать, что это было решение весьма удачным Скажем несколько слов про СУ-100 Поскольку СУ-100 это была как раз-таки новинка Поступившая на вооружение в конце, точнее, попавшая в те части Которые уже направлялись на фронт в самом конце 1944 года И именно в декабре 1944 года были сформированы Три средних самоходно-артиллерийских бригады Новейших самоходов СУ-100 Обратим внимание, что действительно их объединили в бригады Каждый из них состоял из трех самоходных полков Общая численность бригад Там почти полторы тысячи человек 65 самоходов И три СУ-76 как машины управления Все сформированные бригады были отправлены на 2-й и 3-й украинские фронты И принимали участие в оборонительных боях на Балатоне Надо сказать, что сами по себе самоходно-артиллерийские бригады Они не были новинкой Они появились еще в начале 1944 года И вот это укропнение самоходной артиллерии Оно как тенденция вполне себе сохранилось И достаточно разумно Новые тяжелые, новые самоходки Повышенными огневыми возможностями по поражению бронетехники противника Решили применить массированно И применяли массированно на Балатоне И вполне успешно Можно было бы ожидать, конечно, что то же самое произойдет Например, с тяжелыми самоходно-артиллерийскими бригадами Но нет, этого, можно сказать, не произошло То есть было только одно исключение Одна бригада из тяжелых самоходов Которая была в составе 70-й армии 2-го Белорусского фронта Рокоссовского В общем, прямо скажем, не густо Ну, это логично, когда всего 670 машин Объединяйте их в десятую часть в одну бригаду Ну, это уже более чем достаточно Так, а теперь вернемся к царице полей Несмотря на моторизацию вооруженных сил Несмотря на все в большем количестве поступавшие войска Автомашины разных типов Армия, Красная Армия В массе своей продолжала оставаться Армией, передвигающейся пешком Это было нормально Стопроцентная моторизация армии Произошла много позже И большая часть соединений Красной Армии Если использовать абсолютные цифры То стрелковых дивизий Сухопутных войсках на 1 января 45-го года Числилось ни много ни мало 500 единиц Понятно, что не все они находились на фронте Понятно, что постепенно это количество сокращали Но тем не менее, факт остается фактом Основную массу вооруженных сил составляли Стрелковые дивизии Перемещавшиеся на марше на своих двоих В некоторых случаях Подчеркну исключительно В некоторых случаях Стрелковые части сажали на автомобиле Выделяли для них автомобильные батальоны Сажали бойцов в кузов Орудие Или в кузов Или на буксир И перевозили из точки в точку Это практиковалось Это практиковалось многократно Для маневра В том числе Там масштаба фронта И под Берлином Это было Но это было именно исключением Это было усилением Качественным усилением В основном В основном Эти дивизии И в наступлении Когда, например, они шли от Вислы к одеру Они шли на своих двоих И тоже это надо осознавать Что люди от Будапешта до Вены Основная масса стрелковых дивизий Подавляющее большинство Они тоже шли на своих двоих И они составляли большинство В вооруженных силах И в действующей армии Которая освобождала Европу Поэтому Вот это вот Я посетил Варшаву, Берлин, Прагу Туристам нет в пехоте Она на самом деле Очень красноречивая фраза Из советского фига Что человек действительно Прошел все это расстояние Между этими городами пешком Что же происходило с пехотой На рубеже 44-го и 45-го годов Наиболее распространенным Действовал на тот момент штат И если мы посмотрим Даже на документы Выложенные на памяти народа Там очень часто Вы будете видеть номера штатов 04500 и 04550 То есть он изменялся Но реально этот штат Вообще 42-го года Численность дивизии 9 с небольшим тысяч человек 1700 лошадок 124 автомобиля 15 тракторов Вооружение в основном Винтовки и карабины 1000 пистолетов-пулеметов Напомню, что в довоенной стрелковой дивизии Пистолетов-пулеметов То есть автоматов ППШ Предполагалось 1200 штук Ручных пулеметов Почти 500 Там станковых несколько Больше сотни В самом конце 44-го года Был утвержден новый штат Которому осуждено было продолжиться Уже в послевоенное время Тем не менее необходимо признать Что Значительная часть Даже прямо скажем Большинство дивизий Оно продолжало содержаться По вот этим вот старым штатам Только небольшая часть Соединений Она была переведена На новый штат И тоже в некоторой степени Экспериментально Причем надо подчеркнуть Что это касалось Как гвардейских Так и не гвардейских В Красной армии существовал Штат гвардейской стрелковой дивизии Так сказать Более богатый И штат не гвардейской стрелковой дивизии Он был оснащен Техникой вооружения похуже И что же мы видим Если мы посмотрим на этот штат Он становится более многочисленным Почти 12 тысяч человек 11700 Остаются лошади Пусть и в уменьшившемся количестве Весьма уже значительное количество автомашин Причем это включая И легковые, и специальные Тракторов больше нет Почему тракторов больше нет? Потому что в качестве тракторов Стали использоваться Иностранные автомашины Студебекеры, Интернешнл В качестве тягачей артиллерии Применялись Грузовики повышенной проходимости Поступавшие по ленд-лизу Об их доле и месте Я скажу отдельно Поэтому Количество тракторов уменьшилось Еще это объясняется тем простым фактом Что завод, который производил эти трактора Который предполагалось То есть СТЗ-5 В войсках, имевшие нелестное прозвище Головастики В том числе за то, что они имели склонность К прокидыванию на склонах То есть их в войсках не особо любили Завод был Занят немцами Восстановление производства Шло, прямо скажем Невысокими темпами Поэтому их просто и брать было Неоткуда На новые формирования Поэтому Если мы посмотрим на то, что происходило С пехотой Красной Армией То к 45-му году Еще одна тенденция Это то, что Поступавшие автомашины Изначально они не предназначались Для использования в качестве тягачей Но они активно использовались В качестве тягачей Как пушек 76 Как пушек 76 и 57 В противотанковых полках Так и в обычных стрелковых дивизиях Они использовали Таскали гаубицы пушки И заменяли в этом качестве И трактора И лошади И лошадей То есть вместо того, чтобы цеплять За дивизионную пушку Шестерку лошадей Ее цепляли к Студебекеру Там GMC И если посмотреть Опять же документы Боев Где-нибудь под Кельце В 45-м году То есть наступление Первого Украинского фронта И бои С контрударом корпуса Неринга То там видно, что Стрелковые дивизии Отчитываются Которые там попали под контрудары Те, которые находились там Они отчитываются О том, что у них были тягачами Студебеки Самым же Таким Заметным изменением Которое произошло Это было Пересопределение Между Винтовками Карабинами Пистолетами Пулеметами Теперь официально По штату Количество Пистолетов Пулеметов ППШ В стрелковой дивизии Стало Аж 3600 штук Это было значительно Больше Даже довоенного штата Который предполагал 1200 Пистолетов Пулеметов Под Москвой Хорошо, если там Штук 100 ППШ Было на дивизии Там 10 тысяч человек Конец 44 Официально Ввели в штат 3600 ППШ И это сохранилось В послевоенном штате Что об этом Стоит сказать Об этом Стоит сказать Одну простую вещь Это была фиксация Уже свершившегося Факта На тот момент Красная Армия Интенсивно Получала Автоматы ППШ И 3000 Автоматов На стрелковой дивизии Уже Фактически Имело место И летом 44 Года Могло иметь И в начале 44 Года То есть И в данном Аспекте Штат Фиксировал Факт ППШ Были проще В производстве И Ими охотно Заменяли Винтовки И карабин Это просто Фиксировалось Уже Состоявшееся Положение Дел Поэтому Образ Воина Освободителя Каким мы его Привыкли видеть На памятниках То есть Такой Характерный Шлем Полусферический Плащ Палатка И ППШ Он абсолютно Отвечает Образу Пехотинца Каким он По факту Уже был В 44 Году И каким он Сохранился В 45 Году И в 45 Году Это уже Было Официально Несколько Изменили Соотношение Между Ручными И станковыми Пулеметами Но это Конечно В некоторой степени Можно отнести К следующему Факту Дело в том Что До Где-то С 43 Года Даже С 44 Станковым Пулеметом Были Максимы Это Махина 60 С гаком Килограмм Весом Которую Носить В атаку Совой Было Неудобно То что У него Были Колесики Если что Официально Запрещалось Катать Его Как Тачку Потому что Он от Этого Разбалтывался Его Можно было Перекатывать Только На небольшие Расстояния Там Его Километр За собой Тянуть На колесиках Это было Формально Запрещено Появились К тому моменту В достаточных Количествах Пулеметы Горюнова Которые Были Уже Более Компактными Понятно Что Были Отдельные Бойцы Которые Были Способны Тягать На себе Вообще В одиночку Но По факту Пулеметный Расчет Был Состояние Нести За Своим Подразделением В атаку Использовать В атаке Это позволило Перераспределить Ручные Станковые Пулеметы Естественно Станковый Пулемет Более устойчивая Платформа Для стрельбы Это было Хорошо То есть Это было Улучшение Положения Деву Которое Было Достигнуто В том числе За счет Изменения Матчасти Также Фиксировалось На штате Крупнокалиберные Пулеметы Которые На самом деле Присутствовали До войны По крайней мере Что называется В штатную Далеко Конечно Не всегда По факту Ну и Надо сказать Опять же Я специально Привел Отдельной Колонкой Состояние Которое Было На июне 45-го Года Мы видим Что это Не сиюминутная Тенденция А То что Как Руководство Красной Армии Действительно Видело Свои вооруженные Силь Что же Мы еще Увидим Из этих Всех Новых Штатов Распределение Артиллерии Минометов Минометы Полтинники Безжалостно Выбрасывались Они уже Не отвечали Требованиям Несколько Изменяем Менялось Количество Минометов 82 Миллиметра 120 Наращивалось И Послевоенное Время К ним Прибавились 160 Новейшие Тяжелые Наращивали Количество Орудий Полковой Дивизионной Артиллерии Наращивали Количество Гаубис И Добавляли Зенитные Пушки Это Опять же Изначально Была Мечта В довоенной Трелковой Дивизии И даже Не мечта Немало Получили По штатам 4 пушки 76 Зенитных В 45 Году Официально По крайней мере Вводился Вот этот Штат 12 Зенитных Пуш Это Была Мечта Бойцов 41 Года Чтобы Иметь 12 Зенитных Автоматов Для того Чтобы Отбиваться От Вражеских Пикировщиков Тогда К сожалению Не было В 45 Году Действительно Уже Количество Зенитной Артиллерии Производство Заводи Номер 8 Позволяло Полноценно Прикрывать Войска И это Было Отнюдь Не излишней Предосторожностью Поскольку На берлинское Направление Сразу Рокировали И силу Пового рейха И там Самолетов Реально Было Много И Стрелять Было По кому В целом Штат Если брать Организационно Он Где-то Даже Возвращался К довоенным Временам Была Артиллерийская Бригада По крайней мере Штат Изначально Штат Дропсор Он Предусматривал Артиллерийскую Бригаду В которой Соответственно Были Полки Пушечные Гаубичные И минометные То есть Мы видим Такую Тенденцию Усиления И вот Опять же Иллюстрация Штата Факта Если мы Опять же Возьмем Все Стрелковое Оружие Сухопультных Войск То есть Это Включая Даже Вспомогательные Части Которые Тоже Имели Винтовки Карабины Это даже Если бы Например Имелась Такая Статистика Но я Такого Такого Не встречал Если Например Посчитали бы Только Стрелковые Дивизии Или Например Посчитали бы Только Батальоны Стрелковой Дивизии Там Картина Была бы Даже Ярче Но Здесь У нас Вообще Все Сухопутные Войска То есть Это Включая И Разного Рода Службы Вспомогательные Службы Которые Имели Штат Вооружение Винтовку Или Карабин Хотя Никогда В ней Не стреляли В боевых Условиях Так вот И мы Видим Что На Примерно 5 миллионов Винтовок И карабинов У нас Миллион Семьсот Пистолетов Пулеметов Вот этот Вот образ Бойца Освободителя Каска Плащ Палатка ППШ Он Стал Фактом 1 Января И об этом Очень ярко Свидеется Статистика Доля Пулеметов Была Соответствующей Их Роли В штатах А вот Теперь Мы Снова Возвращаемся К Самоходкам И вот Эта Вот Утилизация Ну Может быть Утилизация Не Самое Хорошее Слово Но Так Скажем Рациональному Использованию Заводов Автотехники Для Производства Техники Боевой Несколько Слов Все Скажу Про Хетцер Почему Я Написал Что это Русский Ответ Хетцер Дело В том Что Германское Командование Оно Тоже Было Подвержено Вот этой Тенденции Наращивания Роли Самоходок При этом У немцев Изначально В роли Этих Самоходок У них Просто В номенклатуре Производимого Находящегося В производстве По состоянию На тот момент Когда они Начали Все больше И больше Привлекать Самоходки В войска У них Было Только штурмовое Орудие Машина Достаточно Дорогая Почти 100 тысяч Марок Столько же Сколько Танк Панцер 4 Кроме Того Там Он Занимал Часть Производственных Мощностей Которые Были Нужны Для Производства Тех же Пантер И Для Того Чтобы Это Избежать Избежать Чрезмерных Расходов Потому Что Введение Формальное Введение Дивизионов Из штурмовых Орудий В пехотную Дивизию Оно Произошло В начале 44 Года И Ввели Теоретически Осуществили Практически Но Дорого Дешевым Решением Были Вот эти Самоходки Хетцер Такие Похожие Больше всего Похожи на Свисток У меня Такая Ассоциация Что это Такой Железный Свисток С броней 60 Миллиметров Лобовой По сравнению С штурмешутцем Он был Естественно Дешевле И намного Дешевле И Именно Их Стремились Вводить В Пехотные Дивизии В качестве Самоходок Заменяющие Буксировыми Противотанковыми Орудия Почему Заменяют Буксировыми Противотанковыми Орудия Потому что Когда стоит Противотанковая Пушка Что с ней Сделают Ее Либо Закидают Артиллерии Либо Разбомбят Бомбардировщиками Ее выживаемость Невысока На поле боя 44-45 Годов А вот Бронированная Самоходка Она куда Более устойчива И как к ответному Огню танков При благоприятных Условиях Так и к огню Артиллерии Если рядом С Хетцером Рванет Даже снаряд Там 152 Миллиметра Он его не убьет Гарантированно Вот если Разорвется Такой снаряд Рядом с Пушкой Противотанковой Обычной Расчет погибнет Самоходки Да Может быть Так сказать Неприятный Стук по броне Какой-то удар Но не смертельно И вот это Была тенденция Которая имелась В Армиях Как Красной армии Так и Армии Германии Так и на самом деле Армии союзников Хотя они шли Совсем другим путем Это отдельный Разговор Не буду этого касаться Нам интересны Именно противостояние Наши немцы И соответственно В немецких пехотных дивизиях Старались стандартизировать Это естественно Не получалось Попадались Штурмовые орудия В основном Старались Вот эти свистки Давать Количество Десятка штук В пехотной дивизии В качестве Противотанковых средств Это было По факту На 1 января 45 года Желающие могут Представители Этой Многочисленной Братьи Увидеть Например Музей Вольско-Польского В Варшаве Там есть Стоит Хетцер Развороченный И он Принадлежит Как раз Пехотной дивизии Если не ошибаюсь Су-73 Естественно Там мы их Использовали В качестве Отдельных Батальонов Это тоже было Но в основном Это было Дешевое решение Такое У нас Аналогом Этого решения Стали Су-76 Все те же Су-76 Которые Утилизировали Производственной Мощности газа По Штату Опять же Теоретически Разработанному Предполагалось Иметь 16 самоходов В дивизии И после войны Оно так и было Но После войны Надо сказать Там поменяли тип То есть Вместо Су-76 Довольно скоро Поставили Су-100 Потому что Все же Нужно было Противостоять Танкам Может быть Более тяжелым Более перспективным Поэтому поменяли Но Не суть Важна По факту Целый ряд дивизий Это подчеркну Не все Они получили По 12 Самоходов Су-76 Подчеркну Что это касалось Не только Гвардейских дивизий Получили Гвардейские Например 4-й гвардейской Армии На Балатоне Но получили Например Вот эти Отдельные Самоходно-артиллерийские Дивизионы Их получили Например Не гвардейские Дивизии 5-й ударной Армии Берзалина И Это Отнюдь не единичный Пример Это Я не могу сказать Что это там Естественно Хаотично было Но это был Такой отбор Отнюдь не Гвардии даем Всем остальным Не даем Давали Видимо По Мере Распределения Пополнения В идеале Как бы Дадим всем Пока даем Постепенно По направлению И Эти Су-76 Эти Отдельные Осады Отдельный Самоходно-артиллерийский Дивизион Они заменяли Противотанковый Дивизион То есть Они заменяли Противотанковые Пушки Это было Не специальное Там Подразделение Заточено На поддержку Они именно Изначально Занимали Клеточку В стрелковой Дивизии Ответственность За борьбу С танковым Противником Разумеется Это было Не единственной Функцией Если мы Посмотрим На отзывы То выясняется Что это было Такое Я бы сказал Очень Многогранное Решение Выяснилось Это Естественно Уже На практике В боях Поскольку В конце 44-го Года Эти Осады Раздали Дивизию Сказали Вот вам Новое Свежее С пылу С жару Решение Применяйте Естественно В январских Боях Начали Применять И вот Достаточно Характерно Отчетно Я бы так Сказал Что Был мной Выбран Именно Ввиду Того Что Достаточно Так Разносторонне Написали О Использовании Этих Дивизионов То есть Во-первых И самих Бойцов Осады Действующие Как артиллерия И сопровождение Хорошо Обеспечивали Продвижение Пехоты Уничтожали Огневые Точки Противника Мешающие Продвижение Осады При правильном Использовании Вполне Живучи При этом Уже Фоспатроны Есть Понятное Дело Полный Рост Для Сопровождения Пехоты При отсутствии Танков Противника Осады Можно Дробить По батарейам В случае Наличия Танкового Противника То есть По своему Прямому Назначению Использовать Массировано Но Дальше Идет Еще Более Интересное Осады Действовавшие В составе Передовых Отрядов СД Стрелков Являлись Не только Артиллери Поддержки Но и Выполнялись Самостоятельные Задачи По захвату Выгодных Рубежей И населенных Пунктов Для чего Им предавался Десант Пехоты То есть На самом деле Эти Су-76 С открытой Рубкой Становились Чем? БТР То есть Пытливый ум Русского Солдата Когда Им Выдали Новую Технику Они Стали Использовать На всю Катушку И это На всю Катушку Причем Я читал Разные Отзывы Об этих Использований В качестве БТР 6-8 Человек Это был Еще щадящий Вариант Это был Такой Вариант Который Машину Сохраняет Реально На самоходку Набивалось 10-12 Человек То есть Реально Там Взвод Такой Взвод Образца 45-го Года И вот Так вот Восседая На этой Машине Они Неслись И захватывали Передовым Отрядом Города И поселки В случае Необходимости Понятно Что они Там Спешивали Спрыгивали Но реально Это был Такой Квази БТР БТР В Красной Армии На 1 Января Можно сказать Не существовало То есть Они имелись В крайне Незначительном Количестве Там Сохранившиеся Английские Универсалы Или там Некое Количество БТР Скаутов В механизированных Частях Но в стрелковой Дивизии Всего Этого Не было И вот Стрелковой Дивизии На Просто Вот Абсолютно В очень Широком Спектре Использовали Эти Замечательные Су-76 В заключении Было Вполне Да Вполне Благосклонное То есть Маневренность Самоходов Су-76 Вполне Обеспечивает Непосредственно Сопровождение Пехоты То есть Машины Получились Прежде всего Универсальными Они и поддерживали Пехотинцев И Выполняли Для них Роль Транспорта Передовых Отрядов Потому что В общем Когда их Полновесный Вот этот Дивизион 12 машин То Если на каждую Посадить По 10 человек С вооружением Естественно Обеспечить Обычным Автотранспортом Для того Чтобы Подвозить Боеприпасы Горючее То это Довольно Серьезный Отряд Получается То есть 100 Сотни Хорошо Вооруженных Бойцов Она Способна Повоевать И за Хороший Мост И за Небольшой Город Что В условиях Маневренной Войны Которая Развернулась Первого Месяца 45 Года Было Немалым Преимуществом Таким Образом Можно Как бы Дополнительно Сделать Вывод Что Вот Это Перенацеливание Заводов С легких Танков На Самоходке Было Весьма Хорошим Решением Решением Которое На самом Деле Нравилось Конечно Оценки Су-76 Они Очень Сильно Различаются О них Есть Весьма Критические Отзывы Там Отнаженным Фердинандом Называли Прочие Там Были Нелестные Отзывы Но В целом Профессионалы Оценивали Весьма Достойно Огневое Средство Теперь От артиллерии Самоходной Переходим К Ноу-хау Красной Армии Которая На самом Деле Конечно Ноу-хау Стало Строго Говоря С Конца 42 Года Это Ноу-хау Заключалось В наличии В Красной Армии Артиллерийских Соединений Немцы Попробовали Завести Такое себе Артиллерийское Соединение Называлось 18-та Артиллерийская Дивизия Но у них Это не пошло Напротив Красной Армии Это Решение Только Ширилось И Становилось Все Более Совершенным По Мере Развития Боевых Действий И по Состоянию На 1 Января 45 Года В действующей Армии Во-первых Конечно Имелись Артиллерийские Дивизии Прорыва Но имелось 7 артиллерийских Корпусов Прорыва 33 Артиллерийские Дивизии 5 Минометных Дивизий Всего же Красной Армии Было на тот Момент Всего Я разделяю Действующую Армию И Красную Армию В целом Это 10 Артиллерийских Корпусов Прорыва 37 Артиллерийских 7 Гвардейских Минометных Дивизий То есть Это Был даже Неполный Список Вот эти 7 33 5 Качественно Они Изменялись Следующим Образом На рубеже 44 45 Годов То есть Это Был Все Процесс То есть Это Естественно Произошло Не единомоментно И Усиливали Тяжелые Минометные Бригады То есть Это Были Новейшие 160 Минометы Которые Оказались Весьма Полезными В городских Боях То есть Они Обрушивали Здания В которых Занимали Оборону Немцев Причем Что называется Все здание Обрушивалось Подвалы Хоронило Тех Кто Засел В подвале С пулеметами Фолс Патронами И Кроме Того Валью С гвардейскими Минометная Бригада На БМ-31-12 То есть 300 Миллиметровая А вот Количество Пушек 76 Миллиметров Наоборот Уменьшалось Но Это Было Опять же Дание Времени Понятно Что В конце 42 Года Орудия 76 Дивизионные Они Были Просто Наиболее Распространены И поэтому Создавая Артиллерийские Соединения Их Включали В них Именно По тому Принципу Что Это Есть В достаточном Количестве Можно Использовать Чем Дальше Шли Боевые Действия Тем Больше Имелись Возможности Включать В артиллерийские Дивизии Более Тяжелые Артиллерийские Системы При этом Надо понимать Что Существовала Градация И она Сохранилась По состоянию На Январь 45 Года Что Вот эти Артиллерийские Соединения В них Максимальным Калибром Было Все же 203 Миллиметра Это Гаубичные Были Артиллерийские Бригады Большой Мощности То есть Какие Орудия 203 152 Гаубицы Пушки Как я это Называю Где 152 Мл-20 Там Победа То есть Это очень Мощное И сильное Орудие Которое На самом деле Например Немецкую Основную Гаубицу Тяжелую Полевую Гаубицу Она Превосходила По своим Баллистическим Характеристикам 122 Гаубица Уменьшено Количество 76 Легкие Артиллерийские Бригады Потому что Опять же В дивизиях Этих 76 Уже Было Много И усиливать Дополнительно Не нужно Было Но при этом Существовали Как отдельная Сущность Артиллерия Особой Мощности Она Придавалась На направлении Главного Удара Там Где Требовалась Действительно Артиллерия Особой Мощности И Это Орудие Действительно Впечатляющей Разрушительной Силы Они Все Активнее Применялись На фронтах Это Калибры 280 Миллиметров Мортиры Это 305 Миллиметров Гаубица Причем Гаубица 305 Я специально Выяснял Вот вопрос Красная Армия До 9 Мая 45 Года Провоевала На царских Гаубице 12 дюймов То есть Это Было Связано И просто Как бы Для Может кто-то Знает Но Вот я Позволью Рассказать Что До войны Закупили У чехов Чертежи И Лицензии На производство Орудий 210 И 305 Их Сделали Их Испытывали Отчеты Об испытаниях Лежат В Подольске Но В итоге До фронта Они так и Не доехали Вот эти Гаубицы 305 Новейшие Чешские Они не доехали И так До конца Войны До 9 Мая 45 Года Воевали Царскими 305 Образцам 1915 Года Орудие Хорошее Мощное Но Это просто Это факт Чешские Чешские 210 Доехали Причем Они Еще В 44 Году Попали На фронт И В 45 Году Они Стреляли Поддерживая Наступление Первого Белорусского Фронта А вот 305 Которые Били По Фортан Кенигсберга Потом Били И По Берлину Они Есть Кстати В фильме Что Берлина Документальный Там Есть И 210 И 305 Я Честно Говорю Пытался Вырезать Но Нашел Так Очень Плохом Качестве Эти Орудие Но Они Были Отдельной Сущностью Которую Придавали На Направление Главного Удара Там Или Там Где Надо Было Например Бить На Большое Расстояние На Первом Белорусском Фронте На 210 Бил По Штабам Но Так Вот Эта Концепция Артиллерийских Соединений И Модульности Артиллерии Когда Что Делалось Когда Артиллерия Она Держалась В Отдельном Кулаке И Ставилась На Нужное Направление На Каком Сопомогательном Направлении Где Не Нужны Тяжелые Орудия Красная Армия Оставалась Со Стандартным Пехот Для Дивизи Дивизионной Артиллерии Стрелковой Дивизии 76 Пушки 122 Глобец Может Быть Там Самоходки Что Нибудь Из Усиления Противотанковой Но Не Более Того Основная Масса Артиллерии Она Держалась Кулак У Немца Была Другая Концепция У Тяжелая Артиллерия Вот 150 Миллиметров Она Равномерно Распределялась По Всем Пехотным Дивизиям То есть Это Одно Из Наиболее Явных Отличий Красной Армии От Вирмахта И Я считаю Что Это Было Такое Ноу-хау И Правильное Решение Для Красной Армии Хотя Конечно Для Немцев У них Может Быть Это Было Привычнее И В ситуации В которой Они Оказались В 45 Году Для Это Наносится Следующий Удар Они Не Знали И Вот Это Размазывание Тяжелой Артиллерии По Фронту Для Них Работало Но Это Не Означает Что Конечно Что Оно Было Идеально Значит Теперь Переходим К Такому Дискуссионному Вопросу Относительно Техники Ленд-Лиза Распространенное Мнение Которое В том Числе И Просмотры Кинохроники Оно Заключается В том Что Красная Армия В 45 Году Некоторые Говорят Что Прям С 43 Она Разъезжала На Иностранных Автомашинах Я Специально Привел Таблицу Из Отчета Главного Автомобильного Управления Автотракторного Относительно Доли Иностранных Машин В Красной Армии На разные Годы Так Вот На 1 Января 1945 Года Красной Армии Иностранные Автомашины Составляли 30% При этом Еще 6% Приходилось На трофейные А вот Отечественных Машин Было 63,6% Это 1 Января 1945 Года Понятно Понятно Что Да В фронтовых Войсках Те же Там Противотанковых Бригадах О которых Я поминал В прошлые Разы То есть Это уже Это не Ноу-хау 1945 Года Там Могли Быть 100% Иностранной Автотехники Но если Брать Всю Красную Армию То Все же Даже На 1 Январе 1945 Года 30% Да Много В расчете На грузоподъемность Да Можно Там Чуть Чуть Еще Подсчитать Что Это может Быть Еще Больше Но это Все же 30% И Немалое Количество Эти Автомашин Оно Да Способствовало Улучшение Ситуации С подвижностью Артиллерии Когда Вместо Лошадей Которые Впрягались Для Перемещения Орудий Полковой Дивизионной Артиллерии И даже Там Сорокопяток Вместо Них Использовались Иностранные Автомашины Вот я Специально Подобрал Несколько Вариантов То есть Грузовик Иностранный Пушка 7.6 Пушка Из ИС-2 В качестве Шасси Для Реактивной Артиллерии Ну и Наш Захар То есть Вот такие Машины Как в углу ЗИС-5 Они составляли Как минимум Сравнимую С иностранным Автопарком Долю Поэтому Говоря о Ленд-Лизе Надо понимать Что СССР Произвел Колоссальное Количество Грузовиков До Войны У нас Было Очень Много Автомашин Полуторок Из Захаров ЗИС-5 До Войны И Все Эти автомашины Вымели Если мы Посмотрим Статистику Сельского Хозяйства Мы увидим Что в тот же Момент Там в 45-м Году Или там Даже на 9-е Май Деревня Выметена От автомашин Просто Все Что можно Изъяли Но Благодаря Этому Изъятию Даже На 1-е Января 45-го Года Не говоря Аж о 1-ом Января 44-го Года Где 77 Почти 78 Процентов Автомашин Составляли Свои Отечественное Производство В армии Было На чем Ездить И без Ленлисского Транспекта Да Ленлисский Это хорошо Да Это у него Повышенная Проходимость Но Нельзя сказать Что кроме них Ничего не было Возить Чем Было Они Может быть Не годились В качестве Тягачей В общем Случае Но Они были Они возили Боеприпасы Они возили Продовольствие Они в конце Концов Перевозили Солдат Во время Оперативных Маневров Когда Нужно Было Перебросить Стрелковый Полк Из точки А в точку Б И вот Тем же Успехом Можно Перевести На полуторках И всю Войну Действительно Прошли Полуторки Захара Это Просто Факт Это Как говорится Тут Можно К нему Относиться Как угодно Но Вот Факт Он заключается Именно В этом Ну И Кстати Финальное О чем Хотелось бы Рассказать До подведения Итогов Это Такое Знаковое Событие Которое Можно На самом деле Трактовать Очень по-разному Авиация Дальнего Действия Была Преобразована Восемнадцатую Воздушную Армию Восемнадцатая Воздушная Армия Это Одна Из Воздушных Армий То есть Воздушной Армии Как правило Придавалась Фронту Одна Воздушная Армия В некоторых Случаях В особых Случаях Фронт Мог Получить Две Воздушные Армии Но Это Скажем Так Такие Операции Можно Пересчитать По Пальцам В Какой-то Мере Это Было Такое Немного Понижение Статуса То есть Это Был Уже Не Особый Статус Дальней Авиации А Постановка В ряд С другими Задачи При этом Нельзя Сказать Что Это Означало Какое-то Радикальное Изменение Формата Использования Дальней Авиации Формат Использования Осталось Тот же Самый Ну Если Не Брать Такие Вещи Как В 45 Например Дальняя Авиация Наконец-то Вышла Из Сумерек И Перестала Бомбить В основном Ночью И Бомбила В том числе Днем Кенигсберг И Чем Способствовала Капитуляция Его Гарнизона Но Формы Остались Прежние Ночные Удары В том числе В интересах Наступающих Войск Удары По Объектам В Тул Противника Но На мой взгляд Это переименование Все же Такое Немного Знаковое Оно Показывает Что Дальняя Авиация Отношение К ней Стало Немного Другим И Отношения В том числе Страны Выше Руковод Страны Возможно Но Это Опять же Здесь Область Догадок Что Это Был Превозвестник Разбирательства С Руководством Войн Воздушными Силами Со Смещениями С Репрессиями Это Может Был Первый Звоночек Но Это Здесь Предположение Это Просто Некий Факт Который Показывает Что Отношение Изменилось Ну И Что Мы Можем Говорить Если Просуммировать Все Вышесказанное Ну Во Первых Красная Армия К Началу 45 Года Восприняла Тенденцию Большого Количества Самоходов То есть Значительное Количество Бронетехники Теперь Стали Самоходки Причем В том числе Самоходки Которые Спустились На уровень Стрелковых Дивизий На уровне Поддержки Пехоты На уровне Противотанковых Средств Которые Уже Штатно Присутствовали В организации Стрелковых Дивизий Пусть Не всех Это Общая Тенденция И Касающаяся На самом деле И Других Армий В пехотных Дивизиях Был Батальон Танков Батальон Истребителей Танков То есть Это Отражало Тенденции Красная Армия От этих Тенденций Не отставала Были Введены Новые Штаты Которые В отношении Стрелкового Оружия Фиксировали Уже Сложившуюся Ситуацию С акцентом На пистолеты Пулеметы Я Отношу Это В большей Степени К Производственным Особенностям Точно Так же Как и насыщение Красной Армии С Походками Су-7-6 К особенностям Производственных Мощностей Бронетехники Советского Союза Но тем Менее Это Признали Как факт В значительной Мере Можно сказать Что это Был Такой Отказ От Предвоенной Концепции Самозарядных Винтовок Так же Усиливалась Артиллерия Стрелковых Дивизий Усиливалась Ну уже Это Проислось На послевоенный Период Тяжелыми Минометами Поначалу Все же Во время Войны Застали Усиление Самоход Ками Изменилась Система Перемещения Этой Артиллерии Акцент Был Сделан На Автотранспорт То есть Количество Лошадей Уменьшалось Количество Автомашин Увеличивалось В том числе И В роли Тягачей Как Тягачей Автомобильных Иностранных Автомобилей Повышенной Проходимости Тенденция Модульности Артиллерии Достигла Можно сказать Своего Апогея То есть Большое Количество Артиллерийских Соединений Масштаба И Корпуса Прорыва И Артиллерийских Дивизий Усиление Качественного Состава Этих Артиллерийских Соединений С Исключением Из них Калибров Которые Более Предстали Для Дивизионы То есть 76 Миллиметров Ну и Последним Моментом Которые Можно Сказать Что Конечно Штаты Штатами Но при этом Факт Имелся В лице Того Что Штаты Не заполнялись Что Численность Советской Стрелковой Дивизии На 1 Январе 45 Года По Большинству Фронтов И большинство Стрелковых Дивизий Она колебалась В пределах 5-6 Тысяч Человек Это Был Уже Скажем так Фактический Штат То есть Существовали Неофициальные Штаты Которые Не Издавались Типографскими Но тем не менее Присутствовали Там дивизии 4,5 тысячи Человек Дивизии 5 тысяч Человек То есть Люди Смирились С тем Фактом Что Никогда Не будет Полного Штата Но Вот эти Штатные Структуры Они тем не менее Определяли Общую Концепцию И наполненность Дивизии Вооружением То есть Дивизия Могла Иметь 5 тысяч Человек Личного Состава Но дивизион Из 12 Су 7 6 Полагается По штату Держите Вот вам дивизион Используйте Как хотите Использовали Как хотели На всю катушку И вот Такая Армия Действительно Была Армией Победительницей И Она Пришла Я бы сказал К своему Наилучшему Балансу Силы Средств И организации За всю Войну То есть Вот эта Структура Она была Сбалансирована Уже В должной Степени И Не только Ограничиваясь Не только Возможностями Того Что Производить Но И Используя Именно Концепции Использования Этого То есть Считалось Что Именно Так Должна Выглядеть Армия И здесь Я не зря Специально Приводил Там Послевоенный Штат Это не так Как в 46 Году Ну все Мы отвоевали Тотальная Война Закончилась Теперь Давайте Делать Так Как Надо Мы Видим И опять же Показывал Отдельно Графой Что после Войны Считали Так Как Надо Оно Было Практически Равно Декабре 44 Года Позднейшие Изменения Они тоже Носили Уже Скорее Технический Характер То есть Армия Красная Армия Вышла На Вот Такой Можно Сказать Зенит Своего Развития И в Дальнейшие Успехи Успехи Висло-Одерская Операция Сокрушение Цитадели Восточной Пруссии Берлин Как Можно Сказать Наша Атомная Бомба Венгрия Австрия Все Это Логично Проистекало Вот Из Этих Всех Возможностей Вот Что я Сегодня Хотел Рассказать Если Есть Вопрос То Спрашивайте Спасибо Большое Вы Сказали Что Дивизии Были Далеко От Штата 5000 Человек А Задачи Ставились Как Полнокровные Дивизии Задачи Ставились Пропорционально Пропорционально Их Реальному Численному Составу Я Позвольте Обосновать Почему Я Так Считаю Здесь За мной Такой Есть Документ Начальник Штаба Западного Фронта Покровский Оправдываясь За неудачи Зимы 43-44 Годов Он Объяснял Что Мы Действовали С точки Зрения Концепции Красной Армии Правильно И он Четко Выстроил Большую Таблицу В которой Указывал Что У нас Были Семитысячные Дивизии Там Летом 44 Летом 43 Года Мы Дивизии По 5000 Человек Мы Назначали Такой Фронт У нас Остались Дивизии По 45 Тысяч Человек Мы Ставили На Такой Фронт Это Естественно Гибко Регулировалось Согласно Наличию Как Тогда Считали Вот Если В 41 Году Была Такая Концепция Любили Считать Активные Штыки То В 45 Году Предпочитали Считать Роты И Среднюю Комплектованность Роты И Пропорционально Этому Назначали Полосы То есть Естественно Учитывалось И там Армия Глаголева Которая была 9-я Гвардейская Которая была Такой Белой Вороной С дивизией По 9000 Человек Понятно Что им Нарезали Полосы Наступления Гораздо Там Шире Пропорционально Количеству Там Людей В ротах Чем Его Соседу Там 4-й Гвардейская Которая Дивизия По 5000 Человек То есть Это Разумеется Учитывалось И это Учитывалось Именно На уровне Количества Бойцов В ротах То есть Это Был Очень Такой Подсчет Точный Согласно Тому Сколько Должно Бойцов Быть В реальном Атаке Скажите Ну Допустим Можно Было Что Промышленность Выпустила Огромное Количество Тормоходных Там Орудий Танков Там Получших Подлин Лизу Но Нужно Было Еще Подготовить День Шоферов Техников И так Далее Как Это Вы Быстро Сделали Ну Я Так Скажу Что К 45 Году Уже Работал Конвейер Производство Может быть Конвейер Скажем Так Система Производства Кадров Подготовки Кадров Для Вооруженных Сил И В этом Отношении Январь 45 Года Он Был Тоже Таким Апогеем Подготовки Ввиду Того Что Была Длительная Оперативная Пауза На Большинстве Фронтов Было Минимум Два Месяца Спокойной Подготовки Поэтому Понятно Что Готовили В Тылу Не Так Прям Что Это Вызывало Восторг О Передовых Частях Но Реально Приехали На Первый Белорусский Фронт В Октябре Свежие Полки Самоходчиков Которые Кстати Переформировали Из танковых И погоняли По полигону Посмотрели Да Это Как бы Ну Ничего Ничего И Начали Гонять Более Активно И Сумели Подтянуть Подготовку И Вот Эта Подготовка Тылу Плюс Фронт Она К январю Вышла На Очень Высокий Уровень То есть Такого Уровня Например Может Быть Не Было Даже Перед Берлином Когда Действительно Приезжали Подготовлены Но Они Успевали Обкататься На фронте Уже Буквально Там Неделю Две А тут Два Месяца И Уровень Наезда Мехводов Был Очень Высокий То есть Эта Система Она Работала Да В том Числе Понятно Что Не все Попадали В самоходчики Там И Танкисты Из Числа Там Рабочих Тем более Масса Рабочих Была Все Минимум 50% Рабочих Промышленность Даже Производство Была Все Мужчина Но Да Эта Система Она Реально Работала И Вот Эти Вот Системы Подготовки Она В том Числе Опиралась На То Что В тыл Попадало Немало Комиссованных Хороших Грамотных Командиров С фронта И Это Естественно Повышало Общий Уровень Подготовки Вот Это Была На самом Деле Толковая Система Что Если Человек Уже По состоянию Здоровья После Многочисленных Ранений Не может Выполнять Обязанности На фронте Давайте В отправим В тыл Учить Он Может Он Передать Свой Опыт Может Поэтому Систем Работала Хорошо Нельзя Сказать Что Она Была Отличная Сразу Приезжали Отличные Специалисты Всегда Надо Обстрелять Там Какие-то Специфику Уже Использовать Но Она Была Работала Хорошо А горючее Для этих Танцев Она Была Импортная Горючее Так Скажу Что Импортная Горючее Она На самом деле В основном Попадала В ВС А В СССР Как раз Тогда Пошел В гору В 44 Году Добурились До Дивона Если Использовать Специфическую Термина Короче говоря Второе Баку Начало Нормально Работать Второе Баку Это Месторождение Между Волгой Урала Где Они Резко Пошли Вверх И Вот Как Раз К 45 Году Значительная Часть Нефти Была Не Бакинской А Второй Бакинской И Это Позволило Не Испытывать Таких Заметных Проблем Проблемы С горючим Если Были То Сугубо Логистического Порядка То есть Горючего Да Хватало Причем Хватало Там И На Весьма Многочисленный Парк Начальником Воздушно-десантных Войск В том Сверх На Дубл Сверх Сверх Три Гвардейских Корпуса Воздушно-десантных Войск Но Потом Их Преобразовали Девятую Гвардейскую Общевосковую Армию Да Глаголево Да Но Перед Чем Это Объясняется Ликвидация Это была Ликвидация ВДВ Или Как Но Это Была Не Ликвидация ВДВ Это Было Скажем Так Признание Того Что В Достаточно Тесных Условиях Театра Военных Действий Восточно-европейского Вряд ли Удастся Кидать Десанты Ну Я бы так Сказал Это Было Скорее Следствием Негативного Опыта И Днепра И Раз Не сложилось В более Благоприятных Так сказать Условиях Лето 44-го Года То В 45-м Году Уже Вряд ли Что Восточную Пруссию Десант Не кинешь На самом Деле На Гористые Условия Австрии Десант Не бросишь Не скажу Что Прям Разочарование Но Просто Понимали Что Вряд ли Из этого Выйдет Толк Она так и осталась Вообще Сковой Да Она просто Вошла На Вену Обычным словом То есть Она просто Была Элитной Пехотой Но Строго Говоря В Афганистане Воздушный Десант Не 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 Она Ни В коем Мир Не отражала Атаки Ей Были Запрещено Вводиться В бой Для Отражения Атак Танков Она Пошла Наступать Она Пошла Наступать Во фланг И Дальше Шла На Вену То есть Она Нет Атаки Отражали Как раз Таки Обычный Негвардейский Да Обычный Негвардейский Стрелковый Девиз Там 26 27 То есть Это Как бы Уже Тертые Калачи Под Январских Боев Да Просто Элитная Пехота Да И На самом Деле В Афганистане Что Воздушно Войска Элитная Пехота В Чечне Элитная Пехота А вот Вы упомянули О том Что Боевдейственник Участвовали 203 Миллиметровые Тяжелые Орудия Потому что Некогда Кинокругики Берлинской Операции Показывали Самоходку На гусеничном Ходу Которая И была Приклизительно 200 Нет Это Гусеничный Ход Обычный Б4 Вот Если посмотреть В музее По-моему Это 203 На Гусеничном Ходу То есть Предполагалось Что Если будет У нас Фронт Как Первая Мировая С кучей Воронок То там Будет Работать Гусеничный Ход Война Показала Что Это Ужасы Первой Мировой Не Воспроизвелись И после Войны Благополучно Переделали На колесный Ход Но так Они До конца Войны Провоевали С гусеничным Ходом До улиц Берлин Использовались На прямой Наводке А вот Советский Танковый Корпус Он равнялся Немецкой Танковой Дивизии СС СС Нет Обычной Танковой Дивизии Был Примерно Равен Ну Скажем Так Был Механизированный Корпус Был Примерно Равен Танка Гренадерской Дивизии СС Примерно Опять же Равен За Вычетом Тяжелой Артиллерии Шестая Танковая Армия Она Официально Не была СС Она По некоторым Документам Проходит СС Так Она Шестая ТА Просто Да Ну Панцер Армия Оберкоманда Если Они без Дитриха Были Под Будапешт Они везде Были На самом деле Они в Восточной Круссии Были Я Кстати Рассказано Предыдущий Александр Бомбинент Гальдап Это Было Везде А вот Давайте Не знаю Немножечко Спасибо Приблизительно Хотя бы Сказать В процент Сотношений Количество Лендвизовской Бронетанковой Техники И нашей И среди нашей Соотношение Т-34-76-85 И ИС-3 Что касается Лендвизской Бронетехники Я думаю Что в 45-м году Было Примерно Процентов 7 В Красной Армии Что касается Т-34-85-76 То Я думаю Что Максимум Каждый Десятый Танк Был Т-34-76 То есть Они присутствовали Но их было Уже очень мало И частично Утилизировали В Инженерные Полки Потому что Там были Траллы Катковые Они подпрыгивали И чтобы Не било По орудию Видимо Из соображений Чтобы не било По длинному Орудию Туда давали 7-6 Ну и как бы Они менее Нужны Менее Интересны Давайте Их туда Дадим Но они Присутствовали Но в малой Степени Они В течение 44-го года Постепенно Сошли Практически На нет Так что А вот Что касается Из 2 Из 3 Это В принципе Там можно Взять Какой-то Заглянуть Есть такие Замечательные Сборники Боевого Численного Состава То есть Доля Вас Интересует Тяжелых Танков Да Из 3 Естественно Не было Это Из 2 Но если Вам Давайте Вот действительно Если всем Это Да Артиллерийское Вооружение Стрелковое Бронетанковое Вооружение Вот пожалуйста Действительно Может быть Стоило мне Кстати Это Привести В общем На 14600 Танков Тяжелых Было 1306 На 1 Января 45-го Года То есть На самом Дель Ну их Каждое Ну Примерно Каждая Десятая Машина Ну да Из 1 Из 2 Из 3 В бой Не попали То есть Они В производство Так сказать Попали До конца Войны А в бой Уже Не попали Скажите Пожалуйста Я Слышал Читал Высказывания И немецких Так сказать Ну Военных Там И По-моему Союзников Они Очень Высоко Ставили И Нашу Тантуру Так сказать Части И артиллерию Они Очень Низко Ставили Нашу Пехоту В 45-м Году Они Говорили Что воевали Там Ну Почти Старики И дети То есть Пехота Была Очень Слаба Нет Это Преувеличение То есть Скажем так Эти высказывания Мне все же Больше Характерны Года Для 42-го Пехота 45-го Года Советская Она Делала Настоящие Чудеса То есть Они Там Штурмовали Форты Там Практически Что называется Голыми руками Там С гранатами С трофейными Фоспатронами То есть Она Была Тоже Хорошо Обучена Хорошо Подготовлены И При численности Девизий Там 5000 Человек Там Это Уже Было Проблематично Нести Большие Потери Поэтому Люди В основном Были Достаточно Грамотные Поэтому Вот Этой Оценки Пехоты Они Конечно Они В конце Войны Это Уже Чисто Может Быть Такие Как Войди Пропагандистский Эффект Выучка Конечно Значительно Возросла Вот Году В 42 Какие Негативные Оценки Они Еще Туда Сюда А в 45 Нет Молодой Чек Спасибо Вопрос По штатам Сглуховой Дивизии Я Обратил Внимание Что В середине 45 Года Расселирская Составляющая Увеличилась Количество 45 57 Миллиметров Короте В то же Время 76 Сократилось Что Это Опыт Городских Боев Скорее Усиление Противотанковой Обороны То Тут Концепция Противотанковой Обороны Нет Не Сорка Пятком 57 Там Был 45 И 57 Соответственно Во-первых Больше Производилась СИС-2 И Можно Был Усиливать Противотанковой Оборон Поскольку Доля Бронетехники Все Больше Возрастала И Это Требовалось Пехоте Отбиваться От нее И Поэтому Вот После Войны Это Выразилось В том Что Стали Банально Давать Там СУ-100 Дивизии Но Поскольку СУ-100 Что называется Не хватало В 45 То Да Это Выражалось В том Что По крайней мере По штату Стремились Нарастить Противотанковое Звено Уже Там В том Числе На уровне Стрелковых Полков Не Только Там Имелся Дивизион Но Еще Стрелковые Полки А Еще Велись Такие Эксперименты Дело Было В Кемерово Производилось Ну Поскольку Кемеровский Регион Угольный Регион Но Скажем Так Это На самом Деле Годится Только Для Там Как Мобилизационная Экономика В Реалиях Нефтедобычи Советского Союза Дешевле Было Добывать Нефть Перерабатывать А Так Это Оборудование Могло Использоваться И Там Для Еще Каких Синтезов То есть Я Не Специалист Нефтехимии Но Я Допускаю Что Это Оборудование Могло Иметь Так Что Называется Двойное Тройное Назначение Используется Не Для Каталитического Крекинга Там Еще Толь Чтобы Получать Топливо Более Высокого Качества Целые Химзаводы Работали После Это В Случае Отрезок Нет Если Да Если Да Если Там Будет Поражены Там Или Еще Что То До Этого Дело Не Дошло Да Немцы Делали Да Немцы Делали Это Большая Часть Топлива Была Синтетическая А Еще Скажите Пожалуйста Как Вы Думаете Если Вы Немцы Использовали ФАУ-2 И ФАУ-1 Не против Англии А против России Изменило Это Было Перекапывание Лесов Потому Что Точность Оружия Никакая Пространства Фронта Большие Но Здесь Элементарно ФАУ Применялись По Целям Типа Мосты Целям Типа Порт Я По-моему Рассказывал Даже Здесь Про То Как Стреляли По Антверпену Эффективность Невысока Я Так Сказал Что Если Мое Мнение По Этому Вопросу Я Скажу Что Ракеты ФАУ Были Прекрасный Способ Выбрасывать В никуда Взрывчатку И Обделять Тем самым Вермахт Нормальными Боеприпасами Потому Что В этом Весь Проект ФАУ Было Вгрохно Огромное Количество Взрывчатых Веществ Что Называется Снаряды И мины Которые Летели В наших Бойцов В том Числе Они Снаряжали Всяким Мусором Всякими Суррогатными Взрывчатыми Веществами И Процент Неразрывов Возрастал И прочее И прочее Поэтому ФАУ Если бы Стреляли По нам Это Вряд ли Имело Хоть Какой-то Эффект Поскольку Это бы Все Распылилось По Лесам И болотам Если бы Их Не было У нас Были Качественные Боеприпасы Что Конечно Тоже Плохо Так Ну что Пожалуй Все Спасибо Спасибо Спасибо